Свою историю белорусской студотрады отличаются в 1963-е. В тот год в Казахстан выехали 2,5 тысячи студентов, 16 высшейших научных установ Белоруссии у темняков Гомельской области. Это был саправдым массовый працованный десант. Зводный отрад працовал на обыдавнице больше 360 объектов разных призначения. Все лета на Гомельщине працовывали 8 тысяч наученцев и студентов, но непосредственно бойцами студентских отрадов стали только 1400 человек. Усе остальные працовали по так званой индивидуальной форме. Причину такого разделения необходимо шукать особливости к законодавству. До этого года оно не дозволяло формировать полновартосные отрады у степлые термины. Увы, ни кучаго на предприемстве часто працовывали группы у сего по некакий человек. Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Гомельским госполкомом подал предложение в Министерство образования об изменении законодательства. Эти предложения были приняты и мы сейчас ждем уже, что к новому трудовому семестру будут такие нормы в законодательстве, которые позволили бы гораздо упростить именно формирование студенческих отрядов. Потому что в этом году мы вынуждены были, часть людей у нас были трудоустроены индивидуально. И на некоторых предприятиях работало 2-3 человека. Еще одна причина, которая оказывает самый непосредственный уплыв на студентский рух, объективные. Некоторые из кировников не ожидают предоставлять часовое процедурное место. И не только тому, что необходимо клопотиться перш за все про своих работников. Сегодня деятельность судотраду находится под пельной увагой контролирующих службу. Бачить такие на предприемстве, жидая не каждый директор, хоть отворотные приклады есть так само. Например, строительный трасс 14 у нас в этом году брал 2 отряда. Вот у нас была областная молодежная стройка. Также в Калинковичах у нас работал строительный отряд. Очень много было сельскохозяйственных отрядов. Даже за рубежом у нас работали сервисные и сельскохозяйственные отряды. То есть мы ищем возможности. Об летнем працевладковании студентов за межами Беларуси особная размова. В этом году в России працевали всего 400 отряды. Основные виды деятельности – работа на сельскохозяйственных палетках и уборка службовых помешканев. Головный стремлюющий фактор – разыходжение у национальных законодавств, что створает широк проблем с пошуком больше высокооплощиваемых местов працы. Иншая справа, что не все студенты сегодня ожидают працевать выключено за гроши, когда 7 тысяч человек находились в волонтерских отрядах. Одновление святыни в Беларуси, да помога пожилым людям, чистый двор – это только некоторые из 270 акций, проведенных в этом году волонтерами Гомичины. Все зависит от того, что человеку приятнее делать. Либо помогать в социальных учреждениях нуждающимся, либо он хочет помочь нам на виллопробегах, оказать помощь спортсменам на марафонах, либо этот человек хочет поубираться в лесу, скрести листья, либо оказать помощь в пришкольной территории. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадо-компания «Гомель».